Всем привет! Находимся мы на юге Беларуси. Вышел я сегодня до пчел поглядеть, что они тут робят. Пооткрывал доски представные, от летков подставлял. И сегодня у нас 25 февраля, на улице плюс 9,5 градусов тени. И вылетели пчелы, вылетели со всех семей на облет уже. Видно, вот пчела на снегу села, ползая. Ладно, хай, ползая. Снимаю я сразу на две камеры. Вдруг на одной ролике зависнет, а тут где на второй сохраняться. Снимаю на такую вот экшен иногда. И снимаю на фотоаппарат на Sony в режиме видеосъемки. Вчера переставили мы улья. Стояли, видно, вот подставка от улья. Это пустыщая хай стоит тут. И здесь вот отры убрал улья. Переставил я их вот видно. Желтый этот улей переставил. Вот этот сиреневый, что в центре кадра. Переставил и переставил синий улей. Вот этот вот синий улей. Он тут вот стоял рядом. И переставил вот этот зеленый. Убрал я их в один ряд. Раньше они у меня стояли в шахматном парадке, получается, пасека. С расстоянием где-то 3 метра между ульями. А сейчас я их на стаю, можно сказать, один на одного. Где полметра расстояние, где метр. Ну и все-таки вот что сзади пустые стоят. Это пропавшие, где семьи были. Видно, вот тут у меня сзади стоят два улья и вот улей. Я их где-то тут промашу, еще между этими. Сюда. Сюда поставлю и туда поставлю. Короче, найду место, куда. Что, захотел один рад их выставить, то, что летом, когда траву косишь, да перед ульями, стримером, бегаешь между особенно, вот ульев, то немного злятся пшелы. Неудобно косить. Хотя, кашу я, по кашу между ульев начинают злиться, так я перехожу на другую сторону за 20 метров. И там пошел, покуда они успокоятся. И так, туда-сюда, да и косится. Ну вот у нас первый облет. Более-менее нормальный. Вчера прошел племянник, говорю, давай переставим ульи. То, что они тяжелые, как кто-то написал в комментариях, гробы. Называют их, вообще-то, фундуки, да не гробы. Ну, пропали у меня пшелы за зиму, получается, две семьи, одна осень их. Ну, пропали они не из-за того, что я их там не покормию или из голода. Пропали, скорее всего, Господи, заглящайся по осени. Так, там осталось пожмение пшел. Так, что неплохо получается и у гроба глядеть. Видно, вот на снегу пшелы подзамерзшие. Когда перестану, уже снимаю, так я их пособираю, да на крыше улья положу. Они отходят потом до улья и залазят назад. Уже чистят, вон, снизу под мор, видно, выносят. Я никогда лесной улей не чистил то, что, покуда тепло, такое стабильное идет, чтобы уже залезть, почистить, то уже они сами вычищаются. Под море, обычно, немного улей. Видно, вот, где я посыпал, и здесь уже снег сошел полностью. Ну, а тут было больше сугробы, я не посыпал между ульями. Тут и снега более. Да и солнце сюда, мир заглядывает. Не на север лет, как они все улей. Везде облетаются, везде перезимовали те, что остались, видно. Ну, и вся зима не кончилась, но уже плюс 5, плюс 10 передают даже через недельку. Так сегодня плюс 10. Это просто, что у меня на север летками до коны вылезли поздно, уже 30 дней на облет. Вот, а так бы, чтобы днем были, если солнце светило, когда в лету, если бы светило. Видно, вот это те пчелы, что мы самых первых прикормили. Их рамка сверху лежит, вон, видно. Пчела вентилируя, сидит. Короче, вызывая, потому что близко подходить не буду. Потому что они, хоть и в блюд весенний, но кусаются. Это баквосты помеси с нашими местными, не особо такие дружелюбные. Где меньше вылазят, где больше. Ну, там, где больше беспокойнее, там и вылазят поболее сразу. Можно сказать, облет уже в этом году у нас состоялся. Вон, по снегу ходят такие подмерзлые пчелы. Ну, конечно, отход-то будет по-любому. Смотрите, у меня пленка тут, где я посыпал, все видно. Это вот подсыпано тут, уже до земли порастовало. Каша такая снежная. А тут совсем по это, посходило, снег посходил. И пленку я ложу кверху черным таким. То под пленкой вот, от этого, ветром отнесло, то сейчас снег лежит. Можно было не ложить. Наверное, я сейчас аккуратно растяну туда по снегу перед улением, чтобы пчелы садились. Не на снег, а на пленку. Сейчас, сейчас пройдемся по всех ульях, побашем. Ну, облет. Есть, нормально. 25 февраля, в том году, наверное, 15-го первый облет был. Рано. У меня есть там на канале. Сам уже не помню. Надо зайти глянуть, когда первый облет был. С камеры, конечно, лучше было снимать с хорошей. Можно было бы приблизить дальние ульи. Не ходить туда-сюда. То, что я снимаю без стабилизации всяких-то, получается, видео дергается. Ну, глядел камеры, чтобы нормально купить, это надо наших 900 рублей, 800. Глядел в сторону Sony экшн-камеры. Там X3000, там X3000, кажется, чтобы с пультом на руке на рыбалку ездить, снимать можно было бы. То, что на рыбалке без пульта снимать, это не рыбалка. Так, вот, поглядел, ну, там, получается, с пультом тысяча, наверное, 200, 1300 выходит. Это 500 долларов, можно сказать, камера. Так, что, покуда будем снимать на то, что есть. А там побачим, как что пульта, нормально, так. Может, прикуплю камеру. Да и комп намешал поменять, то с ноутбука сутки видео 20 минут нагрузится. Такая вот проблемка. Ну, ничего. Этот год разберусь со всем. С пшелами, да. Это, да, тогда уже буду думать, значит, от съемок нормальных. Когда буду больше ездить, ходить, то будет смысл что-то и прикупить получше. Сейчас я раз-два улез съезжий за лето. Или на ту самую рыбалку. То, что приходится даже возле этих десяти улев сидеть. Вот с апреля раи почнутся. А там мед, опять рапса насадили. Это кто-то мне писал, жалился, что рапс. Не было у нас рапса, пшелы зимовали хорошо. И мед хороший постоянно был. А сейчас куча рапса вокруг насадили. По бестолку все это дело. Опять гнезда будут на зиму забитые рапсом. То, что а летом гнезда не лажу, откатываясь. Такая ерунда. И пыльцу даже уже будет. То, что у нас рано это начинается делать. Первое тепло и сразу пошли пшелы на лед на пыльцу. Так что рапс у нас это без толку садят его. Мало что рапсовый мед никуда не годный. Мало его и покупают, он светлый. В основном у нас люди любят темный мед. Крушина там, разнотравы, из болот. Рапса никому не надо просто. Так этот мед сейчас рапса, когда начинают травить рапс, то пчелы просто возле ульев прилетают в коврон бегают. Парализованные. Вот этих ядохимикатов. Не знаю, из Китая понавезли сейчас эти химии непонятные. Все кругом затравили. Даже в помилеративных каналах рыбы толком нема. Хотя раньше караси по полкилограмма поедешь. Так только шморгать их успевай. В детстве ездил, помню. А последних вот 10 год уже их на каналах как бы и не было. Ну и есть местами там. Нормежься. Но не так, чтобы везде. Ладно. Наверное, я буду заканчивать уже. Тут вот улики у нас больше. Стени стоят такие. Где больше стени, то поменьше летают. Туда вот, там солнце прогрело, более так. Уголок этот. В этом уголке тут побольше пшел. Это улей вот фиолетовый. Стоял тут. Это я вчера вот переставил. Этого вот желтого переставил. Переставил синего. Вот этого вот сюда. На колесо он тут стоял. Радом. И переставил вот этого зеленого. И переставил. Вернемся обратно. Переставил вот этого вот фиолетового сюда. Вместо белого. Вот того, чтобы пропали пшелы. В один рад всех я поставил этот рад. Убрал. Ну подставки не знаю. Покуда хай стоят. Там вытяну, наверное, тоже. Вытяну этого хорошего сухолка. Я варю подставка такая. Там уже поставлю туда, где на покрышках сейчас пшелы. Летом. Переставлю. Позабиваю. Хотел вчера что-нибудь перебить подставку. Какую-нибудь по земле сильно вибрация шла. То начали блезть. А вчера холодно было сейчас. Видно. Вот пшелки вылазят. Медленные их это. Это бакфаст. Во втором поколении. Вон на стенке видно уже. Нежематозы их этот. Есть. Ну, короче, нагрузка зимой сильная. Была мороза сильная. То на кишечник. Кто-нибудь сейчас вот. Хоть облетятся трехов. Много ходить не буду тут. Что мне топтаться. Крыша хорошо растала. На крыше могут сейчас сидеть. На вес больших. Тут у меня там дрова на доске. На крыше хай садятся. На заборы вот. Теплые. Ну, состав шага, что сказать. Это вот мы что подкармливали. Баночкой пол-литровой. Какой? 250 грамм. Маленькая банька была. Вылазит, но что-то мало. О, прилетела одна. На крышу садится. Не? Ну, леток пошла. Сейчас я пошла. Обычно пчела, чтобы прилетела, да сразу села. Они летают, летают, летают. Потом подули и падали. Замерзали. Вместо того, чтобы быстро улеток шмыли назад. Ладно. Вчера я перестаю. Значит, это. Не опоздал. То, что уже если бы облетелись в этом роду, то уже переставлять было бы плохо. Потом пытались бы. Хотя в том году и переставлял за 3 метра. Ну, полетали, полетали пару дней на старом месте. И в новое уже стали летать. Вместо, куда поставить. Так. Заранее переставлю, то получше. Конечно. Будешь в один радость. Облет. Конечно, маленький облет. Небольши такие. Стояли, как я говорю. На солнце летками. На юг. То. Облетались бы уже с утра. Как только пригорело бы чуть-чуть. Ну, а сейчас 10. Вот стабильный ветер. Северо-западный. Холодноватый таки. Но тепла 10. Так что особо. Что и садится, где на снег. Оно взлетает. Видно вот. Пчелка. На снегу. Вот я думал, она полетела. Думал, но я. Ай, чихоль. Облетаются. Больше тут ползать не буду. Пойдем. Сейчас покажу, сколько на крыше сидит пчелных. Она теплая. С такого толстого. Не руберой, да? Это называется. Полимер этот. Ай. Техноликон его. Толстый. Это жесть с москвичей. Это у нас тут нефтепровод дружбой. Здесь так выкидали, меняли. Пластика черная такого валялась вокруг. Так троху принес. На крышу. Это пластик низкое давление будет. Но он, если натянуть летом, так зимой лопается. На шурупах натягивается, на морозе лопается. Так что, лучше прикручивать с зазором, а зимой дожимать потом. Уже тогда на лето расширится, и узи не лопнуты. Что-то в этом желтом не вылазить. Ну, тут пчела есть. Вчера гулись, слух. А может и пропали, не знаю. Пропали, так покажу. А не так, ну что-то не видно. Не видно, что вылазили с желтого. Ладно. Буду заканчивать. Всех с весной. С почти наступившей, это уже осталось тут три дня. Всем удачи, до свидания.